После окончания заседания круглого стола, которое проходило на базе Советского реабилитационного центра, участникам межведомственной проверки показали, как на практике в учреждении проводятся занятия с несовершеннолетними, имеющими расстройство аутистического спектра или другие ментальные нарушения. Если самых маленьких учат обращению с простейшими предметами, координацией и адекватному восприятию, то подростки уже отрабатывают навыки самостоятельной жизни посредством тренировочной квартиры. – Не навязчиво. – Ну, то есть в групповой форме, да? – В групповой, индивидуальной, да, в зависимости от тех, но больше группы, им это интересно. Также гости смогли оценить оснащение реабилитационного центра, осмотрели бассейн, комнаты отдыха и релаксации, массажные и медицинские кабинеты, классы для индивидуальных занятий, творческие выставки детских работ и многое другое. После чего представительная комиссия отправилась в городскую школу номер 4, чтобы выяснить, как проводятся уроки в начальных классах для учеников с особенностями по здоровью. – Всего у нас 143 ребёнка, вот из них 49 детей-инвалидов, 7 детей с аутистическим спектром, 26 детей с умственной отсталостью и дальше по назалопе у нас в основном как бы это дети с ЗПР и иные заболевания. У особенных ребят и уроки особенные. Изучение школьных предметов для них проводится в доступном и удобном формате с использованием методик и требований, разработанных ведущими специалистами в этом вопросе. Разделившись на группы, члены оценочной комиссии побывали сразу на нескольких занятиях для детей с ограничениями по здоровью. – Громко, Никита. – Октябрь. – Октябрь, ну-ка, выйди, где же у нас октябрь месяц? Помоги нам. – Где октябрь? – Молодец, умница, давай мы с тобой повесим октябрь. – Хорошо. – Хорошо. Огромную кропотливую работу по лечению и реабилитации ребят с ограниченными возможностями здоровья проводят и в детском отделении советской районной больницы, которое также посетили с рабочим визитом специалисты окружных департаментов. – Стали такие яркие у нас, яркие стены. В нашей регистратуре появились живые попугаи, которые деток всегда заставляют улыбаться. Ну и, конечно, им это интересно, у них сразу негатив есть, немножко ниже становится. И, конечно, были в том числе и мероприятия, которые в том числе улучшают и доступную среду. Осмотрев материально-техническую базу медицинской организации и пообщавшись с докторами, ответственными за сопровождение людей с инвалидностью, участники комиссии отправились в детскую школу искусств, где ребята с особенным здоровьем проходят культурную реабилитацию и социализацию наравне с обычными сверстниками. – Квинта, сексто, 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 октава. Хорошо. Ну а развиваться физически и поддерживать необходимую двигательную активность особенным детям помогают занятия адаптивной физкультурой и спортом. И одним из наиболее эффективных элементов в этой работе специалисты называют ипотерапию. Общение с лошадьми для людей с инвалидностью в Советском не первый год организует конно-спортивная секция спорткомплекса «Олимп», посещение которой стало заключительным пунктом рабочей повестки оценочной комиссии. – Хочется сказать большое спасибо Советскому району. Большая работа проводится в разных направлениях. Хочется вот что порекомендовать, взаимодействовать вашим передовым площадкам или каким-то экспериментальным, вот в качестве сегодня, допустим, образования посмотрели, с такими же специалистами в других муниципалитетах. Поэтому мы будем как раз сейчас инициировать, чтобы создавали межмуниципальные такие объединения. Объединения, да, все правильно, профессиональные. И надеемся, что это еще больше поможет в работе специалистов, ну а самое главное, поможет тем, кому мы адресованы, кому мы оказываем услуги.